Привет, дорогие друзья! Честная и бодрая Нина снова со мной со своими 280 тысячами рублей. Как вы помните, может быть, неделю назад был выпуск о том, как мы поехали покупать новый Рено Логан, который Нина себе забронировала, приехала покупать. Ну, конечно же, ее там послали, мягко говоря. Нина наимно полагает, что она сейчас пойдет и купит за эти деньги себе хорошую подержанную машину. Она решила искать хорошего, доброго менеджера, который ей честно продаст в этом бюджете прекрасный автомобиль. Да, я в это верю. Верь, верь, не имею. Сейчас поржем, ребята. Здравствуйте. А это какой-то... Сурьяна, планировали приобретение автомобиля Рено Логан. Для вас актуально еще скажите, пожалуйста. А скажите, пожалуйста, где вы взяли этот телефон? Телефон номер по базе расустренен, не знаю. По какой такой базе? По какой базе? Нам попала заявка. Я единственный раз вчера звонила к одним жуликам, которые по приезде в Москву оказались жуликами. Так вы тоже, наверное, жулики, раз вы друг другу передаете вот эти вот телефоны быстренько, да? Кому вы обращались? Я обращалась в автосалон, в котором мне сказали, что есть новая машина. Мы приехали, а этой машины нет. Ну, не знаю. Мы являемся официальным дилером. Работаем уже более 10 лет, соответственно. А официальные дилеры по какой марке вы? Можно узнать? Марину. Более 5 марок, именно которым мы являемся официальными дилерами. Как еще раз называется ваша организация? Как называется ваша организация? В 7-м километре МКАД. А скажите, пожалуйста, почему в списке официальных дилеров на сайте производителя вас нет? Когда вы проверяли списки? Только что, только что, в данный момент смотрю на сайт производителя. Конечно, вы смотрите. Да, смотрю, конечно. Крепетиме. Конечно. Крепетиме. Ханка. Отличные ребята, да? Вы знаете, мы вот часто, мы приехали к вашим соседям, но... Ну, они вам сказали, что есть машина, машина не стала. Это вообще, вы просто, знаете... Вы комментарии, что эти машины... Ну, смотрите, организация какая. Они говорят, что, Кош, а вам, вас, ну, вообще... Вы не задумывались, почему такое прям супер выгодное предложение? Они говорят, потому что у них осталась уникальная партия машин предыдущего года. Потом выяснилось, что у них нет ПТС, как нас выпрождали 40 минут. В общем, просто... Это стандартная схема. Вот запоминайте, как работают наши соседи. Но не мы. Не, у нас на мунат не так. Там они русские просто. Ну, вот что-нибудь предложите, вот именно хорошее на ваш взгляд. Нет, там все равно. Так, сейчас посмотрим, сейчас. Это просто прикину. Вот просто покажите, что есть в бюджете до 300 тысяч. Ну, поднимем, надо... Вот это она, да? А она покрашена? 30-30, да, да? Ну, вообще, как видите, как она покрашена. Она... А, вечно покрашена или нет? Нет, скорее всего, она даже вообще не крашена, потому что если она была покрашена, то лучше покраска вот этого. То есть она не крашена. Ну, не перекрашена. Да, ну... Можно открыть, да? Скажите, а вот как вы думаете, 2006 года, это не 10 лет, 94 тысячи. У вас закрыто. Я сейчас открою ее. Сломана эта штука у вас, да? Какая? Я не знаю, как это называется, Лена. А, это... Крыло им. Нет, это... Втекатель. А, втекатель, слава. Ну, дождя защищают. Да, да, да. Вот, видишь, здесь дырку. Да, это фигня. Ну, вы не на то смотрите, конечно. Ну, да, как бы да. Ну, да, я не стец, выбор, я поэтому смотрю. Ну, то есть, скажите, как вы считаете, это хорошая машина? Ну, средняя. Средняя? Что не так? Ну, нужно... Ну, как что не так? Да нет, просто то, что она от 2006 года, это единственное, что не так. Ну, а по пробегу? Просто она уже... По пробегу, это... Ну, это для нормального, если бы такого пробега. Я вот просто... А как вам дед, вообще? У нас сколько он тут стоит? На вашем месте, просто по-христианскому. Вот эту машину выбор. Православную, православную, христианскую, я вот эту машину выбор. Представляете, а вы в 2007 год, она... 2007 год, это у нее просто состояние, а он в целом. 71 тысяча пробега. Да, и просто она ездить будет, понимаете, вы будете на ней ездить, поездить и поездить. А там, это вы считаете, что не очень. Ну, да, я считаю, что... Ржавые эти дворники ржавые. Ну, это будет короткий, да, за 10 тысяч. Интересно, даже сколько стоит с такими. А тут бочина. Ну, то она ржавая вся. Да нет, это не вся. Да и это, поверьте, это не показатель. Многие машины внешне могут выглядеть в диаре. Но она прям вообще в состоянии, особенно в тачке. Многовато. Там это механика. Механика можно. Механика можно, а вот там в отчете и Chevrolet. Хорошая? Ну да, абсолютно. Там он тоже как-то дает. Слушайте, а чем у них у всех как-то в отчете, в отчете, в отчете? Ну, в среднем у нас накатывают, потому что в Москве, в России, вот так вот ездят, эксплуатируя машины. По годам, в принципе, у всех одинаковая разница, там, от 1, 10 тысяч. Ну, давайте, может быть, откроем вот эту, вот эту, вот тот Chevrolet. И вот какой вы маленький предлагали еще? Гетц. А у меня колесо пробито. Я вообще предлагаю Гетц вот эту. Видите, он у меня немножко маловат. Гетц. Да, он, конечно, наоборот не очень удобен. Ну, может, назад побольше сидений. Вот недавно девушка приезжала на Гетц, я, кстати, очень даже неплохо. Если она там одна, вдвоем ездить, вдвоем. Не, 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 нам не нужно Гетц. Мы посмотрим вот эту и Chevrolet, да? Да, это не куча пробито. Она все ржавая какая-то дурацкая. Мне не нравятся такие. Ну, что у нее там ржавая-то? Чего у нее ржавая? Все ржавая, дворники эти. Дворники ржавые? Да это ерунда. Удивляет, что у всех у них одинаково маленькие пробицы. Это цифра 71, да? Да, ну вот просто вот у них всех там в машине. Ну, это получается сколько? Семь лет. Давайте по-моему. Ну, это и да. Одиннадцатый год, 70 тысяч. Как-то, ну, более похоже к правде. Если бы это был бы шестой год. Ну, вы же профессионал. Шестой год и шестой год и 70 тысяч. Ну, уже подозрительно. Я сегодня покупал один парень машину. Он вот увидел. Жак. Жак? А, заведите ее, пожалуйста. Секреткой. Сейчас окум я боюсь, что вы убьете. Она умирает уже. Не надо, не крутите. Она умирает. Не крутите. Видим, а сейчас дверь закрылся. На улице открыто. Какое? Нет, сейчас мы ее начнем смотреть подробно. Давай начнем с того, что мы ее хотя бы заведем. Если мы ее... Да, да. Если мы заведем ее сейчас, то давайте ее будем занимать. Да, заведем. Давайте, да. Я готова, подождать еще чуть-чуть. Держусь. Да все, не крутите ее, у нее уже окунь сдох. Это не свечи точно, потому что она бы у вас заводилась, но пыхала, почитала, кашляла и... Попробуй. Это не свечи точно. У вас либо с бензонасосом проблема, либо, скорее всего, у вас блокирует сигнал. Ну, мы могли бензонасос убить. Тем, что он воздухом дышался. Бензонасос остужается естественным путем, путем погружения в бак. Если в баке нет топлива, бензонасос может перегореть. Второй подход. Сейчас пока посмотрим. Крашеное крыло? Нет, но это лето, лето, лето. И все? То есть аварий не было? Одно крыло? Одно, да. Правое крыло со шпаклеванием. Капот, частичная покраска правой стороны. Ну, а что ты хотела так? Подержанную машину. Вон, ногом китанули нас за... Наши тысячи рублей. На 274 тысячи рублей новый логом. 271. 271, да. Пока не утождают. Слушайте, дверь правая тоже крашена, но без шпаклевания. А царапина, я думаю, была бы. Либо наоборот был удар. Новая дверь была. А, нет, со шпаклеванием, извините. Обшибочка вышла. О, а понизу тут. Она не со шпаклеванием понизу красит, а на сделанную поклевку. Нет, вот это не крашено. Зад не крашено. Вот туда ей точно прилетало. В заднюю правую дверь ей точно прилетало. Зато задница целая, могу тебя порадовать. Ну да, это радует. Действительно. Ну что, завести-то не заведем? Нет, не заводит. А замок в задней двери... Ну нет, он только с салона. А, то есть вырвали его, да? И отсюда с салоном. А салон можно закрыть. Открыть. И потом отсюда еще не открывать. Так, а что есть по документам, подтверждающим пробег, а? Потому что... Смотрите, сервисной книжки нет, или нет? Нашу девушку смущает то, что у нее дворники ржавые, а меня смущает то, что сервисная книжка отсутствует напрочь. Также меня смущает, что оплетка тысяч на двести. Как вы думаете, сколько реальный пробег? Ну так, если честно, чтобы нам понимать, чехлы вы накидывали, да? Потому что они даже будут... Нет, так было, так мы и поставили. Это на комиссионную машину. Нет, так было бы, никто бы не делал бы. Слушай, а зачем вы террали вы концу и соплями, да, друзья мои? Чем концу и соплями? Зачем вы террали? Чем соплями? Я не знаю, что я могу сказать по этому поводу. Короче, пробег не понятен, да? Ну, пробег там может быть на десять, на двадцать тысяч, позанизили на двадцать, тридцать тысяч. А как так рунтов шатали и сиденья, если на двадцать тысяч взяли, а Анатолий? Блин, не знаю, что я могу сказать по этому поводу. Все приезжают, ставят машину, у них самая лучшая. Не, не, не. Так вышло, это не то. Да у них все говорят, что это самая лучшая машина. Просто тут я не хозяин этой машины. Я просто что могу сказать? Ну, внешний вид у нее, ну, средний, что и все здесь машины. Прям отличная машина, никто она здесь не застоял, чтобы ее выкупили бы уже прям сегодня. Меня смущает то, что у него был удар вот сюда, вот в эту часть, причем такой сильный, со шпаклеванием. Меня смущает совершенно непонимание, как ее обслуживать, потому что скрученный пробег. Нам нужно понять, какой у нее был пробег для того, чтобы дальше понимать, когда ремешки менять, понимаете, когда жидкости менять. Понятно, что основные жидкости я поменяю сразу, сейчас. А дальше-то чего делать? Ресурс агрегатов основных вообще не ясен. Потом, смотрите, у нее, вот вычистили, конечно, у нее, так, если посмотреть, затесанная достаточно сильно обивка, несмотря на то, что в этих машинах она, в принципе, неубиваемая. Вы бы хоть закрепили бы чехлы, а то прям понятно, что... Да, у нас машина, знаете, сколько проходят за месяц. ДТО, вы на ней не пройдете сразу же. ДТО, это уж всякие, ну да, по сравнению со всем остальным. Так, есть что получше, скажите? Так, чтобы не пробежно. Чтобы завелась хотя бы. А что с красным? Красным называют, что-то не лучше. Даже, даже сама эта. Смотри, десятилетняя машина, у нее пробег сколько там? Завелась? О, завелась! Бритильный перенос, по крайней мере, все равно. Вот смотри, пошли, по-моему, машины с пробегом, вот Лен, смотри, у машины с пробегом 90 тысяч, может быть такая накладка? Парни, зачем вы так сильно крутите пробеги? Ну нельзя же там три раза. Что вы на их машины комиссионные поставили? Да, конечно, поэтому мы их поставили, они все не же так и говорили с тем, кто ставили машины. Вы так смотрите, как будто новая машина должна быть. Нет, не новая, но смотрите, вот таким... Это столько не загрязнено. Вы смотрите, 90 тысяч пробега, она кончена. Как понять, сколько у нее ресурсов, а? Агрегатов еще? Ну не знаю, можно позвонить хозяину, что-то вам даст это? Вот посмотрите, Лен, Лен, смотри, вот что это такое, на руле просто дырка, его грызнут и пробег 90 тысяч. А что, чей-то горит? Аккумулятор у меня. А аккумулятор при чем и чек-энжин? Ну бывает такое, электроника, компьютер бывает. То есть чек-энжин горит из-за того, что аккумулятор что? Ну я так думаю, что да, так говорил хозяин. Слушайте, вы профессионал, давайте честно, из-за чего горит чек-энжин? Не знаю, это я на ней не ездил. Эта машина стоит здесь вторую неделю. Ну какая позиция, я ничего не знаю, мы о как раз граем. Вы же продаете эти машины? Ну да, я и продаю. Я что про нее знаю, я рассказываю. Ну то есть если бы я ничего не понимала, вот если бы девчонки сами пришли, вы бы им эту машину втюхали, да? Почему? Если понравилось, как бы они втюхали. Они если бы захотели купить, я бы их просто не останавливал. А если бы не захотели купить, то они заушли бы и все. Им никто не навязывает. Я же вас спрашиваю, эта машина вообще как. Посмотрите, у нее ни одного живого места нет. Да, все хорошо. Тут садишься. Это так все видно. Не зато кристин, кристин, понимаете. Вам тогда просто надо русскую машину смотреть. Там будет состояние гораздо лучше. Русских у нас сейчас нет. Вот приора есть. Там она 200 тысяч, но где-то что-то у нее не так затерто. Нет, ну она, наверное, приора, это, наверное, вообще, да, кончено? Нет, но она получше у нее внутри и внешность. То есть она, в принципе, лучше, чем эта. Давайте посмотрим. Потому что это вообще капец. Это вообще. То есть я думала, что у этой 1400 пробег реально. Там может быть миллион. Просто дело в том, что никто не знает. И я, честно говоря, не знаю. Понимаете? Тут машина какие привозят ставит, с каким пробегом. Вот с каким я пробегом продаю. А ну, что это? Ну, как, не брать такие машины. Все хотят работать за что-то, хоть что-то заработать. Мы, тем более, тут правил 3. Мы не можем отказать. Если в порядке, я думаю, что мы не чистим. Вы не такой со страничным пробегом, да? Да, что вы думаете? Конечно. Разница есть. Она просто, понимаете, должна стоить тогда не 239, а там 150. Потому что у нее ресурсы осталось на эти деньги. Мне кажется, вам пиора не понравится. Так что, она... Ну, просто вам не... Ну, она угад... Ну, нет, вы мне сразу скажите, я вам честно скажу. Я понимаю. Вы мне сразу не плохая? Нет, кстати, я по себе... Если бы не было... Тысяча, я бы купил себе. Опять десятая... Опять ржавая. Простите, что... Да вот, что ты с этим... Тут, смотрите, все сплавлено, значит, у нее авария, да? Вот, смотрите. Вот это вот штука. Нет, это не сплавлено, это коррозия, которую курицу покрасили. Все, понятно. Ну, ладно. Ладно, пойдем. Ладно, ладно. Спасибо вам большое. Не за что. Вам до свидания. До свидания. Да, до свидания. Стандартная история. Прекрасный салон, прекрасные люди, замечательный менеджер с очень удобной позиции. Машины на комиссии, ничего не знаю, ни за что не отвечаю. Все вам покажу, расскажу, буду очень вежлив. Хотите, берите, не хотите, идите. Вот ты бы взяла у него машину? Знаешь, если честно, взяла бы, потому что он... Я почувствовала доверие к нему. Жалко, конечно, что не завелась черная Chevrolet. Да, да. Ну, я бы уехала на красный. Слава богу, что она не завелась. Спасибо тебе, черная Chevrolet. Я бы уехала на красный и даже ничего не провели. Да, значит, рассказываю. У красной Chevrolet пробег, ну, где-то 1300, наверное, точно. Может, немножко больше. Салона у этой красной Chevrolet просто нет. В силу того, что мы снимали скрытые камеры, ну, как бы полностью это очень хорошо показать не удалось. То есть руль, и подняла оплетку, этот руль просто кто-то грыз. То есть вы понимаете, да, когда он не просто стесан, а клочки на нем торчат в разные стороны, как взорвался, блин. Дальше кузов. Зачем мерить кузов, когда по технике вы берете старую Chevrolet, десятилетнюю, с пробегом под 300 тысяч? Какая разница, в каком кузов состоянии? Эта машина уже давно кончилась. И вот эта наивная девушка, честная и добрая, эту машину бы приобрела. И бодрая вообще, сил нет какая. Приобрела бы просто потому, что ей понравился парень. Делаем выводы. Который расположил меня к себе, да? Да, да, да. А дальше делаем выводы. Москва это город, в котором обманывают. И для того, чтобы хоть как-то обезопасить себя, я уже не говорю о документах, чтобы хоть как-то обезопасить себя при покупке подержанной машины, отправляйтесь, пожалуйста, только в крупные организации, в дилерские центры, где есть отделы трейд-ин. Любые дилерские центры. Лучше профильные по той марке, которую вы хотите купить. Вот там сдают машины, в основном люди, которые и обслуживались в этом дилерском центре. Есть шанс купить машину с историей. Что касается другого разводилова, который существует на этом рынке, основное это, конечно, документы. Вы приезжаете по документам машины другого года, обязательно нужно пробить ее по базам. По базам вы увидите, обременена она или нет. Можно ли хотя бы ее поставить, будет на учет на себя, потому что вот это будет глобальная беда. Если нельзя, вы просто купили металлолом. Дальше следующее, что состояние автомобиля бич нашего рынка. Это скрученные пробеги. Это попытка вот это вот замаскировать, натереть уже сильно уставшую консоль какими-то соплями. Накинуть чехлы, оплеточку и типа вроде все ничего. И дальше ни за что не отвечать. Минус таких автоцентров, автоцентров в кавычках, в том, что завтра, когда вы приедете, даже тот же менеджер может вам говорить, вы знаете, тот автосалон уже съехал, меня наняли в другой. И, собственно, все. И некуда бежать. Это в случае, если машина обременена. В случае, если машина просто плохая, вы просто попали и вы просто с ней живете. Если вы хотите купить новый либо подержанный автомобиль, только в официальные дилерские центры. Ребята, я призываю людей, неравнодушных, подобным несправедливостям в жизни. Наш паблик «Честный и бодрый». Присоединяйтесь к нам. Присоединяйтесь к нам.